Ученые провели эксперимент. Сажали к растениям всяких букашек и замеряли химический состав листьев. Химический состав листьев менялся и выделял вещества, которые должны были отпугнуть или убить паразита. Из чего был сделан вывод, что растения чувствуют, что их едят. Стейк, который лежит у вас дома, уже никогда не будет коровой или хрюшкой. А вот листок почти любого растения, даже оторванный от основного стебля, при надлежащем уходе, вполне может вырасти в полноценное растение. То есть он живой и чувствует боль. Уважаемые веганы, как хотите, с этим теперь так и живите. Закончил этот индивидуум. Но для вас, как явно следует из вашего письма и хода мыслей, так сказать, сорвать лист с куста, это то же самое, что вспороть горло у свиньи. Главное перед тем связать покрепче ноги, чтобы от конвульсии и судорог, чувствующего страшную боль и страх неминуемой скорой смерти, такого же точно в биологическом плане животного, как и вы, а животные еще до забоя чувствуют, что с ними хотят сотворить, вас не забрызгало кровью и увернуться от случайных ударов, бьющихся в агонии копыт, убиваемого для вашего ненасытного брюха и больной головы несчастного животного. И вы еще сравниваете и сопоставляете, уравниваете этическую сторону подобного убийства и отламывания листочка. Да какие же вы низкие и циничные ублюдки. Да не называйте вы себя людьми более после этого. К тому же вы еще просто органические идиоты. Коли не видите разницы, несравнимы ни при каких обстоятельствах вообще. Допускаю, что есть и те, кто подобную глупость, не думая мог сморозить, повелся на приманку желанного куска в оправдании своей совести. Или те, кто попросту не задумывался никогда на эту тему, а плыл по течению, так сказать, цивилизации. Ну такие люди в раз поймут. И покаются перед собой, и перед теми, у кого отняли жизнь, и начнут иную новую жизнь. Лучше во всех отношениях. Я очень надеюсь, что таких людей будет больше. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну вот пришло время, поскольку я опубликовал уже несколько выпусков моей новой рубрики «Сосиска в голове», посвященные тому, что люди, чтобы оправдать свое пристрастие к любимой, так сказать, пище, готовы даже поступиться с здравомыслием, совестью, порядочностью. Вот эту статью я написал еще 4 года назад. Эта статья, она опубликована 10 числа 1 месяца 2015 года. В 2014 году я ее писал. А почему? Что? Я вам сейчас расскажу. Более того, поскольку люди сейчас не любят читать, то мне придется эту статью прочесть. То есть это будет такой видео-вариант для Ютуба. Для кого-то это будет большая помощь и поддержка, что я расскажу как бы своими словами то, что включил в эту статью. А теперь, что же я туда включил, зачем, для чего? Ну, как говорится, поехали. Итак, называется она, уважаемые мясоеды, как хотите, так с этим теперь и живите. Или идиотов не сеют, не пашут, а ответить им необходимо. Мне пришло письмо. Письмо моего читателя. В кавычках письмо одного индивидуума моему читателю. Читатель пишет. Юрий Андреевич, здравствуйте. Недавно в сети вылезло вот такое заявление. И он пишет письмо вот этого индивидуума. Ученые провели эксперимент. Сажали к растениям всяких букашек и замеряли химический состав листьев. Химический состав листьев менялся и выделял вещества, которые должны были отпугнуть или убить паразита. Из чего был сделан вывод, что растения чувствуют, что их едят. Кстати, сразу скажу, как будто до этого не было. Но это было этого, поскольку были давным-давно открыты вещества, которые растения выделяют для того, чтобы их не ели определенные группы насекомых, предположим. Так, стейк, который лежит у вас дома, пишет дальше этот товарищ. Товарищ уже никогда не будет коровой или хрюшкой. А вот листок почти любого растения, даже оторванный от основного стебля, при надлежащем уходе, вполне может вырасти в полноценное растение. То есть он живой и чувствует боль. Ну всё перемешал вот этот человек, который, конечно же, классический товарищ с сосиской в голове. А сосиска в голове – это та рубрика, где как раз вот этот весь бред и все эти словоблудия в оправдании своей любимой сосиски. А под сосиской, конечно, имеется в виду всё любое животное, так сказать, продукты. И всё то вкусное жареное брюшное, что не человеческое, не естественное по питанию. Но человек с радостью гладит своё брюшко и оправдывает его. То есть не мозгами думает, не через призму логики, здравого смысла, критического анализа и так далее, а с точки зрения брюшного своего анализа, в кавычках слово «анализ» возьму. Так вот, уважаемые веганы, как хотите, с этим теперь так и живите. Закончил этот индивидуум. Ну а я поэтому так и назвал статью. Уважаемые мясоеды, перефразировав его, как хотите, так с этим теперь и живите. В этой статье я полностью разобрал более чем досконально каждое слово, каждое сочетание слов и те смыслы, которые явны и отчётливы, и которые скрыты, как бы подсознательно. Но это влияет на некоторых людей. Хотел этот автор донести вот этот свой протест, который он тут выразил, типа, наконец-то учёные подтвердили. Но это так же, как, вот знаете, предатели, некоторые учёные писали в определённые годы о якобы пользе каких-то дос алкоголя, умеренных и так далее. И сразу тут находятся люди, которые говорят, о, трезвенники, идиоты. Вот тут профессор написал. Так что открывай, пей и валяйся под забором. Вот именно с такой же убогой, идиотичной глупостью, врожденческим дебилизмом написаны вот эти слова. Я же сейчас зачитаю вам то, что написал в ответ, в помощь этому человеку, ну и камня на камне, разумеется, не оставил от этой глупости, написанной этим индивидуумом. А вам это будет в помощь, тем более тем, кто не знает, как ответить адекватно таким людям с позволения сказать этого слова. Итак, я как раз понимаю, пишет этот человек, написавший мне письмо, что это провокация. Прошу у вас помощи в виде аргументов, так как мне, как вегану, сразу это скинули мои псевдо-друзья. Хотелось бы им ответить достойно. Буду благодарен. Я, Фролов Юрий Андреевич, написал свой ответ читателю, попросившему меня об этой услуге. Не публиковал ответ, хотел дописать, потом забыл. Но спустя примерно полгода я получил еще одно письмо, уже в свой блог. 2 февраля 2015 года я получил в форум, на своем блоге, юфролов.блог, письмо следующего содержания. Видеоколлаж. Смирнов Левашов Хиневич. Это известные люди, первые среди священнослужителей, на СМИ появляющиеся часто. Левашов и Хиневич, это уже люди, которые о славянстве, эзотерике, так сказать и прочем. А о веганстве. Ссылка дана. Оцените пастырей душ людских, пишет мне другой человек. Я посмотрел, хотя это по отдельности видел и ранее, оценил. Да, и злые ты просто. Логика же их и их мысли под копирку известны. Но они учат добру и справедливости других. Почему такое раздвоение личностей? Кстати, что касается этих товарищей, в видео мы краешек покажем. Почему православные христиане потребляют мясо животных? Не является ли это грехом? Чеснок, когда мы разгрызаем. Там же живые клетки. А редиска, вы думаете, не чувствует ничего? Витрианство в большинстве случаев вообще отрицательно. Извините, а что растения мертвые существа, да? Но законы жизни таковы, что мы не можем существовать, если не поглотим другую биомассу. Правильно? В этих видео видны противоречия между здравым смыслом и тем, что из себя представляют люди. Потому что можно говорить одно, но если ты живешь по-другому, это уже странно. А можно говорить многое вроде бы правильное. Но общая картина мира, общая логика, она вся правильная, адекватная. А когда что-то разнится сильно с этим правильным, логичным, тем, что совесть подсказывает. И диссонирует с тем, что опять-таки же совесть подсказывает. То возникают, конечно же, вопросы. И что же, да, выясняется. Тот же Хиневич, который является духовным как бы учителем, да, многих. Который особенно в славянской такой ведической теме. И пьет, и курит, и мясо ест. И оправдывает это всячески. Но жалко, убого, смешно. Значит, что за человек? Конечно, это не значит, что он не несет знания. И, конечно, это не значит, что он в чем-то не прав. Но говорит о другой его стороне. А теперь мой ответ. Вступление. Важное вступление. Я хочу сразу пояснить тем, кто может, по ходу чтения моей статьи, моего ответа на письмо, подумать, что я не считаю за людей. Или, что хуже, ненавижу тех, кто потребляет в качестве своей еды, в том числе мясо животных. Именно потому, что они потребляют оное мясо. Только уже заодно это. Скажу наперед, что это не так. Я осуждаю не за сам факт. И совершенно не всех. И за совсем иное осуждаю. Я не осуждаю охотников, промысловиков, живущих лесной добычей животных для пропитания своей семьи, коли они родились в данных реалиях. Хотя я не согласен с ними. Ведь можно и должно обойтись без потребления мяса животных, по крайней мере, млекопитающих. В тайге уж по-любому тайга прокормит. А заработать на иных дарах природы и ремеслах можно. Тем более, не могу осуждать народы Крайнего Севера, поскольку я разумный человек. Я не осуждаю пожилых людей, кто привык так жить искренне. Не видя ничего плохого в том, что своими руками убивали и ели свою же скотину и птицу. Мне их просто искренне жаль. Ведь за все придется платить. А люди, многие, хорошие, порядочные, хозяйственные встречаются. Особенно раньше. Но резали и ели. Знаю охотников, промысловиков, суровых и мудрых, сильных людей. Кто не мог убить свою скотину, рука не поднялась. И это понятно и естественно. Точно так же, как и естественно то, что душе человека противно убийство неповинного животного и поедание их трупов. Пока душа живая и не обманутая. Ложными учениями, самообманом, успокоением и так далее. Привычками, зависимостями. Не берусь охаивать и родителей за то, что они свято верят в пользу так называемого мяса. Хотя это уже не мясо, а аморфная масса безжизненных бывших белковых тел. Для развития и жизни своих детей. Которых они убивают. Сами того не желая, конечно же. В основном по невежеству и предрассудкам. И меняют их человеческую природу, характер, саму человечность, чувствительность, душевность. Я могу им объяснить, рассказать, как и в чем они заблуждаются. Это уже совсем другое дело. Я говорю об этом в своих общих лекциях. Даже к ученым и врачам, кто рьяно пропагандирует потребление мяса. К счастью, не все они зациклены. Некоторые понимают, что к чему, своим пациентам, пока это не начинает носить характер глумления, крайней тупости, надменности, возвышения безрассудного и умничания непомерного. Когда публично возносят то, что невозможно вознести в добродетель и оправдывать здравым смыслом. Но они пытаются это делать. Разумеется, бездоказательно и ненаучно, как всегда. Тогда я не могу молчать, отвечая адекватно, безрассудству. Их безрассудству. Бред вроде. Только животные белки являются полноценными. Детям нужно мясо для роста, кальций для ногтей, для костей. Есть надо печень, чтобы железо хватало и прочий бред. Не является это все никаким доказательством. И оправданием того, зачем все это нужно есть, как они с пеной у рта несут из своих кабинетов, из киноэкрана. А лишь является доказательством большого желания все это самим есть. Не задумываться и жить спокойно. Более того, их аргументы поражают своей профессиональной непригодностью и просто глупостью и невежеством. Яркий пример тому, посмотрите, была такая передача, когда пригласили одного сыроеда в студию. И с другой стороны стояли и над ним издевались, глумились различные умники. В том числе ученые, один телеведущий и так далее. Обязательно это посмотрите. Я сделал эту аналитику. Далее читаю. Но сейчас речь пойдет о более важных вещах, о попрании здравого смысла и самого разума. Я не хочу заниматься нравоучениями и не сел бы писать данную статью, если бы не рьяные и хамоватые выпячивания тех бессовестных и бесноватых индивидуумов, которые нагло изрыгают свою желчь и отстаивают свой кусок желанного трупа животного, коего они так безлико называют мясом и считают себя при этом чуть ли не цивилизованными и разумными людьми, да еще нападают на тех, кто указывает на вред для здоровья и души подобных деяний. Я не могу позволить ценой глумления над разумом и совестью здравомыслящих и порядочных людей принести им такое наслаждение и промолчать. Интеллигентные люди, как правило, тактичные и не противостоят достойно подобным быдловатым и активным, нахрапистым отморозкам или просто органическим кретинам, которые не могут понять и никогда не поймут иных слов, нежели тех, которыми они говорят с другими в чатах и форумах. Вот почему мне порой приходится не просто называть вещи своими именами, а как некоторые считают хамить, хотя это хамство направлено исключительно вот к таким подобным дебилам, которых другими словами назвать нельзя, потому что слово дебил в данном случае даже и не отражает подобных вот свойств таких людей, которые глумятся над здравым смыслом, причем, может быть, действительно считают это так, что считать это на самом деле-то этим невозможно, поскольку здесь нет ни логики, ни здравого смысла, ничего человеческого вообще. Но они говорят и судят, поэтому мой адекватный им ответ. Читаем дальше. Вот примеры подобных речей, подобных индивидуумов. От простого идиотического к стандартному быдловатому. Это стандартные примеры, которые часто можно встретить в сети, подобных необремененных, неотягощенных разумом и интеллектом так называемых людей. Итак, поехали. А, я видела двух детей, которые не росли, потому что родители-вегетарианцы кормили их только травкой. Врачи им мясо как лекарство прописывали. Так что херня это все в видео. У меня нет слов на это. Второе изречение. По мере нарастания. Никогда древние предки людей не питались овощами и фруктами. Или питались те, кто уходил из айкумены какой-то. Уж извините, видимо, я глуп, не знаю, что такое айкумены, а смотреть не хотел в словарях. Именно они сейчас качаются на деревьях и бродят в лесу. О, какая вера в любимую сосиску. Третье изречение. Человек не создан для сыроедения. Он хищник. И мясо для человека жизненно необходимо. То есть, он, видимо, как пантера или как ягуар, кидающийся с дерева или из-за кустов на добычу. Видимо, так. Говорит этот человек ведь про то. Четвертое. Анорексия нам нужна. Давай ешь ГМО сою и жри свою с фасоль. И перди. Яйца рыба. Это ненатурально. Сектанты сыроеды отвалите. Ну, это просто быдло. Далее. Пятое. Да он дубина волосатая. Это про джигурду. Бог человеку скотину дал. И сказал, режьте ее вместо того, чтобы друг друга резать. Во как. Шестое. Почему этот такой и дрыщ, чтобы... Нет. Кирпичи в карманы кладет, чтобы ветром не уносило. Таких уродов нужно на костре сжигать. Ну, я не выражал те слова, которые прописаны здесь. Так вот. Ну, естественно, есть и, может быть, более сильной степени помешательства, так сказать, отморозки. А теперь идем дальше. Я продолжаю читать статью и комментировать. Что ж, есть особи и побыдлее. Часто они берут нереальные имена. Под личными боятся трепаться и гадить. В форумах, в чатах. Под чужой личиной сподручнее. Как бандиты-грабители одевают маски, так и эти кретины называют себя чужими именами. А чаще вообще не по-человечески. Причем, заметил, чем циничнее и глупее индивидуум, тем извращеннее он себя называет. Ну, и это, в принципе, логично. Вот моя статья будет им ответом. Ответом подобному быдлу. Возможно, по вашим откликам, пожеланиям, замечаниям я внесу в данную статью корректировки, дополнения и акценты. Потому, простите меня, разумные люди, за мои грубости и сравнения, я также хочу сказать еще и культурные, интеллигентные люди, которыми мне все же придется оперировать, они направлены только к подобным существам, а не к вам и, конечно, не ко всем тем людям, кто ест мясо. Я не говорю о простых заблуждающихся людях, которые, я уверен, все поймут и очнутся. Рано или поздно обязательно это произойдет. Таким образом, я решил исправить несправедливое положение дел, да и просто надоело отвечать на подобные письма, иногда приходящие мне индивидуально. Вот решил поставить точку в этом вопросе. Надеюсь, моя статья поставит эту точку и поможет вам, уважаемые сограждане, в разговорах с подобными идиотами, хамами, достойно им ответить. Или объяснить простым заблуждающимся людям, в чем они ошибаются, помочь которым наш с вами гражданский долг, я так считаю. Знаю, многим моя статья будет в помощь, а у некоторых, таких точно немало будет, вызовет злость. Еще несколько слов о моей непредвзятости к тем, кто потреблял мясо. Это важно пояснить. Те, кто смотрит мои лекции и читают мои статьи, знают, а остальные поймут, изучив мои лекции. Как я отношусь, скажем, к Федору Григорьевичу Углову, которого имел честь лично знать, великому русскому хирургу, писателю, учителю, гражданину, патриоту. Видео я о нем, кстати, сделал. На ютубе у меня есть. Я бесконечно его уважаю, ценю и преклоняюсь, привожу людям его жизнь и многие слова его в пример и ставлю, высокий пример, как эталон настоящего человека. Он ел мясо, ел, к сожалению, ел. Жалею, что я не смог помочь ему вовремя. Всегда об этом вспоминаю и до сих пор. Он, как и большинство людей, никогда не задумывался о неестественности потребления мяса, а, напротив, полагал, что это естественная и необходимая человеку еда, особенно на севере, в тяжелых климатических условиях, при тяжелом физическом труде, и не думал никогда о том, как и большинство людей ни разу в жизни не задумывалось об обратном, что, возможно, это все не так, что потребление мяса как раз и приводит к большинству всевозможных болезней и являются причиной ранней смерти людей вследствие образования и накопления в организме трупных ядов и гнойных токсинов, которые и являются первопричиной всех болезней, в том числе и генетических, так называемых, и аутоиммунных и прочих. Но когда-то в своем роду люди изменили естественное видовое человеческое питание на чужеродное, нечеловеческое, виной тому и меняющиеся климаты, катастрофы, и помощь оккупантов, в кавычках, уничтожение традиций, связи с природой, да еще и мертвое, термически обработанное, донатурированное, потом привыкли к этой пище, позже стали считать такое питание традиционным и естественным, это аналог окон Авертона. Подстроив теорию сбалансированного питания под свои неадекватные желания, так стали питаться даже самые умные, порядочные, лучшие люди своего отечества, бессознательно, не думая по привычке и по вере, по убеждениям своим. Поэтому и Федор Григорьевич Углов умер от рака, как от него умирают сотни миллионов людей во всем мире, кто доживает до естественного предела при таком питании, не умерев раньше от иных болезней, инсультов, инфарктов, умирают именно от этой болезни, которая при здоровых органах и сильном иммунитете всегда приходит последним штрихом измененного процесса метоза, то есть бесполовыделения клеток, по мере накопления ошибок под воздействием токсинов, по мере воздействия свободных радикалов и прочих факторов на нашей клетке при делении клеток, при образовании старых новых клеток. Подробно я всё это поясняю в своих лекциях, что и как происходит. Например, посмотрите мою любую вводную лекцию. По данным видео будет рекомендации, что посмотреть. Скажу наперёд. Повторяю то, что говорю на своих лекциях. Причин рака много. Вирусы, радиации простейшие, грибки, паразиты, яды, химические воздействия, Wi-Fi излучения и другие электромагнитные мощные поля и иные факторы. Но первая причина, главная одна, это накопление и воздействие на ткани и клетки нашего организма трупных ядов и гнойных токсинах, кодоверина, патрицинах и прочих. В том числе образовавшихся в организме именно из-за потребления мяса, рыбы и иных так называемых продуктов, содержащих высокомолекулярные белки. В результате как раз защитной реакции организма на попадание в него через тонкий кишечник в кровь. Вот этих самых чужеродных агентов. Эта реакция называется антиген-антителы. Я подробно об этом рассказываю во многих своих лекциях. Теперь, далее. Хоть умер Фёдор Григорьевич Углов и в 103 года, тут скажут некоторые, прожил немало, а при чём тут мясо. Он хотел прожить 150 лет и понимал, что это естественно, нормальная мера человеческой жизни. Как и академик Павлов это понимал. Их расчёты верны. У каждого были свои расчёты, но они все точно это чувствовали и каждый по-своему правильно изложил. Почему не получилось? Смотрите в моих лекциях. И это специально. Я привожу почти крайний пример жизни для обычных людей, потребляющих всё, к чему привыкли с детства. А теперь и не ждите такого долголетия, современные любители мяса. Много иных факторов теперь дополнительно действует на нас с вами, на человека, которых не было ещё 100 лет назад, когда эти люди родились и более, да? А генетика не та уже. Забудьте про своих бабушек и прабабушек, проживших 90-100 лет. Крайний предел теперь 60-70 лет. Будет для вас, не для тех, кто ещё доживает, кому сейчас 70-80-90, они могут ещё больше прожить, а для вас, уважаемые мясоеды, особенно молодые мясоеды. Да и то вряд ли вы проживёте 50-60-70 лет. А кто ещё пьёт, употребляет алкоголь. Сейчас, в 30-35-летнем возрасте, вот это поганое алкогольное поэло, зелье, то до 50-ти вряд ли вы проживёте. Если курите и пьёте, 40-45. А у нынешних детей, горожан, если пустятся во все тяжкие, как и вы, без тяжких, конечно, наркотиков, самых тяжёлых, то 25-30 лет и много таких, которые сейчас раз, рюмочку мордой в стол и умерли. В возрасте 30 лет. Я очень много лично слышал от людей таких случаев. Всегда и на всё есть свои объективные причины, как и причины самой болезни и смерти от неё. Также предельно ясны последствия нарушения в законах природы. Не поймёте причины – проиграете. Фантазировать и обманывать себя и других не нужно. Кому не ясно, причины непонятны, посмотрите мою лекцию. Ну, здесь я рекомендую от 18 июня 2014 года. Вот она, ссылочка будет. Или другую лекцию, вводную, о адекватном человеческом питании и причинно-следственных связей между разными факторами, в том числе питания и болезнями человека. Эти лекции очень важны для введения в тему адекватного человеческого питания. Для тех, кто хочет разобраться беспристрастно в причинах и следствиях, в процессах и явлениях. Кто не хочет быть рабом своих желаний и заблуждений, а понять, как устроена сама жизнь. Для тех эти лекции. Кто хочет изменить свою жизнь и жизнь своих детей к лучшему, попытаться стать счастливым человеком. Для тех эти лекции. Идём дальше. Перехожу к ответу на письмо. Дело не в том, что люди поедают мясо, даже не в этом, хотя это очень скверно, а в том, что даже в таком ужасном деле некоторые, кому и направлен мой ответ, пытаются возвыситься самим и притопить при этом ещё в грязь тех людей, которые начали возвышаться над собой прежним. Стали воспитывать себе другого человека. А это уже совсем иное дело. И хамам спуску давать нельзя. Я им этого не дам. Так вот, я написал данную статью жёстко, поскольку не могу терпеть более всего глумление над разумом, над здравым смыслом, над совестью. И потому, что не могу позволить тупицам радоваться оплёвыванию ими чувств разумных, порядочных людей, самой человечности, а заодно упиваться им в их гордости от якобы победы, спори, схватки. Ишь, себя успокоили, себе зарядку безнравственности сделали, и других заодно плевали. Нет, пусть они самоутверждаются в ином, а в этом я им не дам самоутвердиться. Не получится. Итак, моё письмо, мой ответ. Пишу свой ответ совершенно адекватно тому надругательству над разумом человеческим, что позволил себе в письме вам, ваш товарищ, который перекопировал текст со словами данного болезного индивидуума, а значит, сказал то же самое и вам от себя. Подобные письма мне приходилось читать и ранее на просторах сети. Благо теперь любой, даже самый убогенький разумом, может бойко нажимать на клавиатуру, а многие так сам выражаются, поскольку более ничем выделиться не могут, но очень уж хочется выделиться. Да, могут бойко нажимать на клавиатуру пальчиком, и мне приходилось видеть подобные излияния больной фантазии одержимых и примитивных людей много-много раз. Скажите этим ораторам, что все подобные уже давно избитые сравнения растений и животных на предмет одинаковых страданий и иному подобному бреду этих умников, мол, все едино кого жрать в коле так, как здорово, ха-ха, и как вы с этим теперь, мол, жить будете, веганы, бу-бу, неразумны, неуместны, идиотичны и показывают тех, кто говорит подобное, как абсолютных кретинов, скудоумных и необразованных людей попросту и зачастую как типичных быдляшек, бандерлогов. Даже попытки таких извращенных сравнений попытки являются лишь дешевой, многократно повторяемой от одного бубуина к другому бубуину. Таких я подобных буду называть бу-буинами. Искаженное слово бабуин, но поскольку к обезьянам и их истошным выкрикам это имеет самое прямое отношение, большое сходство, так я их и буду называть. Так вот, копиркой для надменных и хамоватых умников выскочек, попыткой оправдать свои злодеяния и извращения по поеданию кусков трупов животных, полагая, что им не только не будет зато ответа после нынешней земной жизни и возможных неотвратимых болезней в скором времени, в нынешней жизни, но чуть ли себя не считают высшим звеном подобные, чуть ли не хищниками, какое убожество, полагают, что и здоровье будет у них крепче, так как врачи им говорят, а они рады слушать ожидаемое, что мясо необходимо, белки, мол, железо, кальций, в общем классическое бубу, думать головой они тоже не хотят, но чувствуют, душа-то чувствует от природы у каждого изначально, так всегда, как бы кто что не думал и не желал от своего ума, душа чувствует, а чувствует то, что творят что-то не то, плохое, подсознательно они прячут в себе эти чувства, мысли, пытаются подавить, обмануть, залить, заболтать свою совесть выпиющую к этой несправедливости, вот и пишут подобное этому бредятину неразумную, таким образом они пытаются вылить на других свою боль, сомнение, отраву, злость в такой экзотической и безрассудной форме, им так будет легче жить и красоваться, так им кажется, некоторым из них подсознательно, понять этого некоторые из них не в состоянии вот изоляться тогда, но все же придется объяснить это, столь очевидное для нормальных людей, для этих кретинов, никогда не смогу понять, почему настолько примитивные вещи нужно пояснять, как это может быть непонятно любому, каждому человеку, оторванный и съеденный листочек растения это не смерть самого растения, отрезанный кусочек от коровы это смерть коровы, бу, мол, понятно для бубуинов, это для них и им подобным будет означать вот это бу, понятно, мол, бу, бу, нет, еще не бу, непонятно, я сам за них ответил ладно, продолжаем в чем же дело философы оголтелые так не убивайте растения коль вы так переживаете за них что кусок фасоли или укропа в горло у вас не лезет и вы пишете такие душа щипательные письма дабы пробудить разум у совести злых веганов типа да и предложить им перейти на питание праны чем вы питаетесь видимо в чем же проблема это я как бы их подкалываю кто еще не понял вы что все листья на одном дереве осины хорошо яблони дочество поедаете нет с чего растение погибнет то или растение боль чувствует оттого и погибают а более я ниже напишу да и лишившись всех листьев растение не обязательно погибнет даст новые листья если это не однолетка поскольку в стволах ветвях корневой системе есть запас питательных веществ и точки роста сохранены если ветви не съесть до ствола а то и с корой да и тогда у некоторых видов прикорневые побеги отростки могут подняться и межствольные почки пойдут расти да вы то их вообще не едите болтуны пустомели разве что в макдональдсе листик салата из гамбургера перехватите или в кафе рестораны с важным видом выполняя свой ритуал до поглощения главного бюштекса чуть-чуть съедите но отведаете салатика иногда и вам с высокой колокольни на все растения это наплевать скажем мягко будьте честны хотя бы с завтрашнего дня коли жрете животных оболтаете это безумие чтобы доказать веганам что они ничем не лучше вас трупоедок реально же вы пытаетесь доказать это самим себе хотите поверить в это желаете оправдать свой любимый бифштекс и свою совесть очистить не выйдет себя то можно обмануть и то временно но неразумных людей и не свою судьбу которую вы куете и этими словами и этими поступками своими людоедскими бессовестными делаете себе завтрашнее будущее доказать и оправдать что-то можно только доводами фактами знаниями а не бредовыми своими желаниями и неадекватными сравнениями природа говорит обратное обратное вашим желаниям итак к поеданию листьев и гибели растений хорошо коли вы такие ранимые вам жалко так растений успокойтесь глубоко вдохните примите валидол ну и ешьте к примеру у яблони груши персика вишни неважно не кору и корни с листьями как вы очевидно делаете коли позволяете себе подобные сравнения и делаете такие гениальные выводы лист и кусок мяса одно и то же для вас правда больше то у вас ничего нет в арсенале доказательств но это отдельная тема или думаете так о других кто питается растительной пищи а сами едите только яблоки мандарины плоды ешьте плоды плоды растений бу и растений убивать не надо и боли у растений не будет за что вы так переживаете вот как хорошо правда договорились конечно же нет а почему ведь плоды сами опадают по воле природы или самих растений их создателей и носителей более того растения хотят чтобы вы их плоды съели и помогли им сохранить свой вид сорт через семена которые находятся в этих плодах тогда вы не убьете растения как вы постоянно и цинично убиваете коров овечек свиней курочек нет им числа миллиарды в год по всему миру и так далее когда поедаете их видоизмененных температурой и это уже собственно кстати не мясо видоизмененных солью специями уксусом куски их мышечной ткани едите ткани тела еще недавно живых и разумных существ а ныне зажаренных трупов на вашей тарелке этих несчастных созданий которых вы приговорили к страданиям уничтожению и поглощению за что поплатитесь естественно но это уже потом позже не сразу кто как не обязательно таковые законы кармы это законы причинно-следственных связей явлений событий поступков в природе в природе происходит все именно так то есть по законам причинно-следственных логичных связей они испытывали боль реальную жуткую боль и страх и надежду что вы остановитесь все-таки в последний миг что они все же будут жить доживут отведенные им природой свой век коли родились как и вы пришли в этот мир но вы решили иначе решили за них облились их кровью да еще и храхоритесь вульгарно и надменно но это слишком так вы тогда не люди вовсе для людей же настоятельно рекомендую послушать это это первая ступень толстого она тоже будет по ссылочке здесь кому лень читать будет аудиопереводчик возможно я надеюсь кто-то даже вот из таких надменных и циничных якобы умников станет все же человеком далее идем так перестаньте сходить с ума а лучше помогите растениям в их размножении ведь это так просто благородное же дело сохранение сортов видов птички например им помогают хрюшки кабанчики в лесу помогают перенося семена поедая плоды и ягоды для своего пропитания а заодно сохраняя тысячи видов плодовых и ягодных растений в этом мире так природа устроила это называется пищевые сети и цепи в экологии уж извините так устроила природа не злитесь на природу ладно договорились злитесь только на себя неразумных и недоразвитых что же делать если природа не дала вовсе или забрала ваш разум при вашем внутриутробном или детско юношеском развитии только на себя злитесь хорошо если же вы серьезно такие высоконравственные духовные люди или совсем крыша у вас поехала то дождитесь когда яблоки например или кедровые шишки не важно что сами упадут на землю чтобы не говорить потом людям что яблони больно когда яблоки срывают с ветвей а то ведь вы и на это способны я в этом уверен в своем безумии сказать на белое что оно черное разумеется не из жалости к растениям а из-за полоумных попыток обвинить веганов в том что они такие же убийцы как и вы хотя понимаете что подобные сравнения достойны пациентов больницы Кащенко но несете эту ахинею тем не менее поскольку более серьезные доводы перевести вы просто не способны кто по недоумию своему кто по невежественности он его вообще в принципе уж очень хотите опустить окружающих людей до своего уровня кто не понимает и серьезно верит что он не подлечит а говорит правду то таким место в Кащенко принудительно и срочно я таких как вы хорошо знаю вы ведь скажете и что когда яблоки отрывают от ветвей отрываются сосуды питающие яблоко на ветке и яблони больно да ну конечно да умницы умницы но нет я не предоставлю вам такой возможности поэтому и говорю за вас опережая ваши гениальные высказывания зная что вы можете родить наперед и отвечаю вам наперед с укропом петрушкой и салатом нужно пояснять дальше нет про однолетние растения вы слышали которые все равно отмирают нет что-то дальше пояснять но для вас как явно следует из вашего письма и хода мыслей так сказать сорвать лист с куста это то же самое что вспороть горло у свиньи главное перед тем связать покрепче ноги чтобы от конвульсии и судорог чувствующего страшную боль и страх неминуемой скорой смерти такого же точно в биологическом плане животного как и вы а животные еще до забоя чувствуют что с ними хотят сотворить вас не забрызгало кровью и увернуться от случайных ударов бьющихся в агонии ног копыт неважно убиваемого для вашего ненасытного брюха и больной головы несчастного животного и вы еще сравниваете и сопоставляете уравниваете этическую сторону подобного убийства и отламывание листочка какие же вы низкие и циничные ублюдки да не называйте вы себя людьми более после этого к тому же вы еще просто органические идиоты коли не видите разницы несравнимы ни при каких обстоятельствах вообще допускаю что есть и те кто подобную глупость не думая мог сморозить повелся на приманку желанного куска в оправдании своей совести или те кто попросту не задумывался никогда на эту тему оплыл по течению так сказать цивилизации но такие люди в раз поймут и покаются перед собой и перед теми у кого отняли жизнь и начнут иную новую жизнь лучше во всех отношениях я очень надеюсь что таких людей будет больше приведу для изуверов три цитата только из Плутарха я со своей стороны говорил Плутарх недоумеваю какими должны быть чувства состояние души или рассудка первого человека когда он совершив убийство животного поднес к своим губам окровавленную плоть жертвы как может он расставив перед гостями на столе угощения из жутковатых трупов и мертвичины давать имена мяса или съестного тому что вчера еще ходила мычала блеяла смотрела вокруг как может зрение его сносит картину пролитой крови недавно убиенных ободранные изувеченные тела как обоняние его сносит этот страшный запах смерти и как все эти ужицы не испортят ему аппетит когда он жует плоть исполненную болью смакую кровь смертельной раны но как объяснить тот факт что это безумие прожорливости и алчности толкает вас на грех кровопролития как кругом в изобилии в избытке ресурсов чтобы обеспечить нам безбедное существование что заставляет вас клеветать на землю как неспособную обеспечить нас всем необходимым как вам не стыдно ставить на одну ступень продукт земледелия с растерзанной жертвой бойни это тысячи лет назад еще говорилось вторая цитата когда у плутарха греческого писателя писавшего жизнь пифагора спросили почему и зачем пифагор не ел мясо плутарх ответил что не то удивляет что пифагор не ел мясо а удивляет то что есть и теперь еще есть люди которые могут сытно питаться зернами овощами и плодами ловят живых существ режут их и едят вот этому надо удивляться третья цитата я удивляюсь тому кто допустил на своем столе искаженные формы мертвых тел и потребовал для своего ежедневного пропитания то что еще так недавно представляло собой существа одаренные движением пониманием и голосом это говорил гениальный плутарх ну и пожалуй еще одну цитату пифагора приведу до тех пор пока люди будут массово продолжать убивать животных они будут убивать и друг друга тот кто сеет семена убийства и боли не пожнет радости и любви абсолютно точно здесь есть иные цитаты будет ссылка под видео для изучения ответы на иные вопросы тоже по ссылочке продолжаю вы написавшие этот бред говорите про то что стейк не станет животным так не вы ли виновник того что живое животное стало мертвым куском стейком у вас в руках на сковородке на тарелке хотя у вас на пальцах не когти а ногти не вы ли убийца так не жрите мясо и не участвуйте в убийстве другого животного все очень просто так не делайте стейки из животных в чем же дело то а дело просто очень просто хочется вам просто хочется вы очень хотите свой кусок потому не имея совести готовы оправдать даже то что в иной области жизни сами бы оплевали говорящего вам такое безумие скажем услышав такую подгонку фактов поджелаемое например нашими государственными врагами о том что Япония оказывается права что хочет Курил обратно вернуть поскольку СССР был якобы агрессором и напал на Японию в 45 году да верно вас бы это разозлило вы бы сказали что за сволочи и кретины повесить мерзавцев мало так ведь но если вы не конченный либерал конечно же они то это и говорят как раз или если в школах насаждают к примеру педофилию как это ну например в просвещенной Германии Англии теперь везде повсеместно и разврат в виде уроков полового просвещения пропаганды садами чуть ли не в начальных классах уже это есть вы бы не захотели справедливого наказания в виде расстрела для тех подонков кто принял такое решение по расстрению и таким образом уничтожению народа населения вашего государства ваших детей через подобные преступления возводимые и насаждаемые уже в привычную в так называемые толерантности и политкорректности то есть терпимость к своему уничтожению так ведь захотели бы такого справедливого наказания для этих подонков но внимание вы и есть толерасты вот эти самые поймите это здесь тоже самое почему же у вас шизофрения откуда такое раздвоение а просто в данной сфере жизни когда речь заходит про любимый кусок того что вы по невежеству своему называете мясом вы отключаете свои мозги и совесть вы становитесь теми же сподвижниками насаждения разврата алкоголизма предательства и прочих изуверств только не хотите этого понять ссылаетесь на якобы традиции на что угодно ссылаетесь лишь бы жевать любимое жаркое не только недостойно человека разумного а любого недостойно просто недостойно человека вот подумайте над этим только наедине с собой подумайте без злости вы поняли теперь ох не думаю ну несет же больное воображение таких умников до чего только они не додумались одной рукой вы собачку гладите другой перерезаете горло у теленка которого дети ваши же дети еще с неизгаженной совестью так же любят как и собачку умиляются готовы играть и считать своими друзьями как и любимых котят щенят и любых других животных друзей своих дети считают любых маленьких животных своими друзьями но не едой когда вы перешагнули эту грань когда стали предателем вот вот вопрос когда это произошло когда поверили в то что животные для того и нужны чтобы их и есть они мол богом даны людям для еды это что такое не противоречит ли это здравому смыслу совести своей детской неизгаженной если вы конечно перестали быть ребенком в душе и уже не можете чувствовать это ваша беда ну что ж воспитывайте воспитывайте своих детей растите их на лицемерии можно и на мультфильмах западных растить как это уже делаю помните котенок по имени Гарц Левый вот тут новый новомодный что из детей вырастет задайтесь вопросом почему мы не понимаем новое поколение а потому что все один к одному если любишь животных то не ешь их а если ешь то не говоришь что любишь один поп с телевидения прям так сказал видео это есть посмотрите что редиска мол она тоже хрустит ей тоже значит больно это он глумливо так говорил он говорил глумясь разумеется что этот хруст и есть проявление боли растений говорил он даже чипсы хрустящие приводил в пример ничтожный лицемерный циник или клинический идиот может быть и так хочу этому извращенцу привести еще два примера по данному весомому показателю в его копилку идиотизма поликарбонат и гипсокартон дорогой товарищ поп они тоже сильно хрустят но сколько же идиотов кретинов и мерзавцев да все проще и все понятно просто они хотят сильно хотят жрать любимое мясо и живут они для того чтобы есть а не едят для того чтобы жить смысл их жизни черевоугодия червям угождать череву своему толстому с червями у них как правило много глистов начинает бычьего цепня или свиного до там трехинел эпистархоза тексакар аскорит и хинококоза и прочих паразитоз они тоже вот эти самые черви руководят сознанием человека и подсознанием подобных оголтелых мракобесов ряса же на таких личностях это просто попс смех пародия антиреклама церкви они такие и Серафим Саровский к примеру для сравнения вообще противоположные полюса вот какие брюхи отрастили а все о высоком о душе рассуждают да еще учат других как жить ну вот попы подобные всякие там иные проповедники а совесть свою в кулак сжимают и душат и низкопробный самообман изливают на других так и другим совесть отрубают на корню а чтоб как все чтоб не возносились не возгорделись мол чтоб как все были что недопустимо вообще и бесчеловечно вовсе а дети то растут такими потому что перед ними были примеры своих родителей кто переделал детей кто напитал их иммунациями смерть и разрушение кто оторвал их от естественной природной жалости любви кто оторвал их от видовых натуральных вкусов человеческих вы родители это сделали на самом же деле подобные существа вот как автор данного письма и вы оправдываете перед собой себя любимого своих нечеловеческих людоедских мыслях и изуверских поступков ну сказали бы подобные писатели честно да я слаб я раб своего брюха я низок вот тогда совсем другое было бы дело это было бы честно а то ведь чуть ли не за добродетель свое чревоугодие цинизм и глупость выдают да еще про грехи рассуждают сравнивают некоторые рассуждают еще что есть добро что есть зло да это просто нет слов двуличие и шизофрении даже если честность подлая и низкая то есть с подлыми поступками но сказанное вслух то это уже некое хотя бы подобие благородства это поступок по крайней мере человека хотя бы поступок лучше честно признаться чем низко изворачиваться и показывать себя не только садистом изувером и пропагандистом безнравственности но и конченым кретином сравнивая листочки и куски плоти как допустимое и сравнимое да еще делая параноидальные выводы изонного изреченного нечеловеческого безумия редиска продолжает поп не кричит потому что у нее нет голосовых связок ну молодец но просто доказал нам лохам что он истину изрекает что редиска испытывает боли и страдания когда ее грызут самим фактом хруста на самом же деле растение не испытывает и не может испытывать боли даже теоретически хотя бы потому что у нее попросту нет центральной нервной системы ну вот же тупица растение является продуцентами первичного органического вещества в биосфере они есть в начале пищевых цепей и сетей где у каждого вида живых существ на нашей планете животных а это консументы в том числе и человек является консументом первого порядка есть строго определенные критерии как анатомического так и морфологического то есть внешнего строения показывающие чем мы можем и должны питаться и определяющие наряду с биохимическими внутренними процессами подтверждающие и внешние и внутренние признаки своего строения и функционирования кто мы есть по типу питания в своих лекциях я подробно объясняю и доказываю что мы плодоядные существа не травоядные не хищники не всеядные а плодоядные никто не сможет ну как бы осудить волка что он хищник и питается плотью убитых им или подобранных мертвых существ как и то что травоядные животные питаются травой также никто не имеет права осуждать человека который должен питаться плодами растений то есть концентрированной солнечной энергией и первичным наилучшим строительным материалом почему потому что это нормально так как это естественно поскольку сама природа или боги бог кто во что верит сделала нас таковыми мы это видим мы такие как бы мы о чем не мечтали более того потребляя плоды мы не убиваем растения и это и есть вершина эволюции если хотите высшие животные это не хищники они хищники это утилизаторы это санитары на службе у природы чтобы в природе не было эпизотий то есть эпидемий от разлагающихся трупов мертвых от старости животных а те кто направил свой разум во благо а не во вред горе от ума то имея любые возможности но сохранил себе разум человеческий и прошел урок рачительно управляющего здесь на земле над жизнью планеты кто сохранил в себе человечность и не поддался на соблазны невежества и растления кто не опустился ниже животного уровня кто пронес и укрепил знамя человека творца высшие существа те кто способны имеют биологическую возможность получать первичную концентрированную энергию солнца органические вещества и минералы из плодов растений кто способен переработать в своем теле эти вещества все что ему необходимо все составляющие кто способен синтезировать аминокислоты белки витамины и это происходит в результате работы наших гормонов ферментов в том числе из самих поедаемых плодов растений коферментов и деятельностью нашей кишечно-симбиотической микрофлоры в здоровом организме человека в здоровом так не допускайте болезней и будут вам достаточны плоды как идеальная человеческая пища и уж религиозные люди знают тот самый эталон к чему надо стремиться что изначально было так не лучше ли стремиться к эталону чем гнить в невежестве и мракобесии и чревоугодия и так далее у меня есть фильм видео Библия и мясо обязательно его посмотрите оно будет под данным видео опубликовано задумайтесь извращенты садисты задумайтесь и нормальные но еще не проснувшиеся люди конечно мы можем намочить картон к примеру кетчупом потушить и есть этот самый картон рассуждая и даже находя теорию оправдания для оного извращения как мы нашли подобные оправдания для подобного изуверства с мясом макаронами и прочим то что не является пищей человека да ведь так и живут люди в основной своей массе не всегда так жили и теперь так живут теперь только вот этим картоном являются трупы животных и сушеный клестер это макароны но не о них сейчас речь природа явно нам говорит о пищевом рационе который она в любое существо вложила в виде программы и в виде биохимических процессов это явно это на лице так сказать зоологи это знают но сами едят мясо да потому что так привыкли а ином и не задумываются никогда не задумываются потому что верят что это естественно что это полезно и правильно бубу отклоняясь от своей естественной программы человек как и любое животное получит болезни и раньше погибнет при всех равных иных факторах воздействия на его организм которые тоже есть и тоже влияют на нас что вполне понятно хочу сказать этому попу надо стать человеком просто порядочным человеком и не выделываться и не глумиться над правдой над природой мы действительно копаем себе могилу ложкой вилкой человек же не только не хищник он и не всеядное существо а исключительно плодоядное то есть плоды нашей пищи то есть питающиеся самым ценным и концентрированным веществом и энергией созданным природой и накопленной в плодах в корнеплодах семенах о грехах растений про белки смотрите мои лекции кто не понимает откуда берутся белки как они синтезируются почему нам нужны не белки а аминокислоты чтобы построить в каждой клетке своего организма так необходимые нам белки да вот это существо несет слово божье но это как говорится комментарии там отключены но я отклонился от письма изначального письма уж простите кто захочет понять а не поверить кто не хочет быть зомби или слезняком мягкотелым посмотрите вот эту лекцию по системе пищеварения и о печени которую я буду рекомендовать под данным видео а на мой тон и грубые высказывания в данной статье просто не смотрите с осуждением и не судите по ней что я грубиян и злой человек или что у меня с нервами не в порядке ну такие найдутся что нет гармонии в душе это все не так я ведь с нормальными людьми по-человечески всегда говорю всегда доброжелательно в том числе и с теми кто потребляет мясо но только с теми кто является оголтелыми изуверами пропагандистам своего чревоугодия и мракобесия да еще и с хорохорящимися перед людьми выдавая пороки за благодетель вот с такими извините я говорю на языке который до них дойдет обязательно дойдет и на таком языке который они заслужили своим глумлением над человеческим разумом и совестью или просто с ничтожными дебиловатыми хамами по-другому я с ними говорить не буду далее про боль растений в оправдании убийств животных да только некоторые и только некоторые а не все деревья выделяют разные яды и отпугивающие вещества от вредителей чтобы сохранить себе жизнь и своему виду но это не доказывает то что вы убьете растения если отрежете часть листьев как и то что растения чувствуют боль как животные с их высшей нервной и кровеносной системами идиоты у растений нет высшей вообще никакой нервной системы а тем более головного и спинного мозга да растения живые естественно кто бы сомневался но у них нет боли они действительно чувствуют что их едят есть у них понимание пространственной конфигурации окружающего пространства и так называемый фототаксис то есть ответные реакции на свет но не боль нет у них боли и потом опять же вы не ломаете пальму наверное я надеюсь чтобы съесть кокос или не спиливаете кедр чтобы добыть орешки кедровые если вы не совсем долбанутые от мороза а все ваши естественно не ваши а пересказанные от одного идиота к другому это понятно все ваши умозаключения и выводы в оправдании любимого бюштекса это цинизм идиотизм и мракобесие ужас но как можно быть такими убогими я не могу этого понять никогда этого не пойму как же можно так унижать топтать человеческое достоинство разум и интеллект чтобы опуститься до подобных умозаключений от коровы вы кусочек то не отрежете чтобы она осталась при этом живой и невредимой отрежьте себе что-нибудь лучше не забывайте неадекватные вы наши про то что у животных есть нервная система и им потому и присуща это цепь реакций их ощущений как боль ясно бу вам бу или не бу любое животное ощущает боль порой нестерпимую как и вы ощущаете именно из-за наличия у них центральной нервной системы как и у вас а у растений нет центральной нервной системы то что вы прочли где-то радостную для вас новость о веществах выделяемых растений чтобы их не ели насекомые не означает что они чувствуют боль как и не означает то что вы теперь можете со спокойной совестью творить все это верно называемое каннибализмом а вот кровь у овечки имеет те же функции что и у вас одержимых живодеров да и не повторяйте безумные речи некоторых граждан докторов академик бабушек повторяемых друг за другом по кругу очередному кругу и прочих любителей рагу о том что нам нужны белки поэтому и нужно есть мясо и прочую старую глупую неостроумную ахинею не повторяйте попытайтесь думать но хотя бы попытайтесь что-то узнать об этом мире не белки нам нужны а аминокислоты из которых наш организм построит нужные нам белки если мы потребляем с пищей и ну или синтезируем себе благодаря работе нашей симбиотической кишечной микрофлоре правда не у всех этот процесс работает в должной мере все 26 нужных нам аминокислот все 8 из 8 так называемых любимых незаменимых из-за чего вы оправдываете свое мясоедение а это всегда дорогие друзья произойдет если вы будете есть больше чем 2-3 растения или плодов бу это факт еще про листок и что там из него может вырасти значит листик вы можете только клонировать в лабораториях из клеток листа можно и самостоятельно из меристемных клеток почек точек роста из стволовых клеток в специальных условиях и среде а прорасти в растении листок сам по себе за исключением нескольких тропических видов в основном водных растений типа папоротников например тайландского скажем он сможет листочек только завянуть и пойти на корм микроорганизмом в почве можете его съесть или отдать хомячкам или еще кому а вы лучше семечки прорастите или черенки если вы так за садоводство рьяно выступаете и вам так хочется вырастить или сохранить сад или лес благородное дело молодцы да нет вам крабов хочется на самом деле философа вы хреновы вообще я написал это письмо не для вас не для тех кто уже опустился ниже животного уровня разумеется это не касается всех тех кто поедает мясо а только тех кто думает так же как тот индивиду который написал неадекватное сравнение про листик и кусок мяса и сделал вывод что теперь едино и надо жрать мясо со спокойной душой не для хамов не для отморозков а для тех кто стоит на перепутье человечности и мракобесия кто еще чувствует но пытается гнать от себя мысли продиктованные своей совестью которые каждому человеку еще с живой душой говорят подсказывают взывают к человечности и незыблемым канонам мироздания но не совершайте непоправимое не убивайте других этим самым себя ведь как аукнется так и откликнется будьте человеком возможно по вашим откликам по желаниям замечаниям я внесу в данную статью корректировки дополнения акценты я хотел прикрепить к статье несколько показательных хотя и тяжких для восприятия любого нормального человека кадров сбоин и разделочных цехов и совместить их с другими кадрами рядом с такими же освежованными только уже людскими телами для сравнения с сопоставлениями но не стал этого делать что я хочу сказать заключение от себя уже статья кончилась у меня блоги под этой статьей очень много комментариев я хочу сказать что всему должен быть предел даже глупости цинизму мракобесию глумлению над собой а эти дурачки ведь даже не понимают что они глумятся над собой я советую вам злобные вот такие мясоеды именно такие злобные и дебиловатые понимаю что вы может быть не совсем виноваты в том что вы выросли такими дебилами возможно ваши родители бухали пили и у вас как говорится IQ почти нулевое вы не могли учиться в школах вы оправдывали свое раннее растление и порочность пьянства курева и все остальное любым чем можно оправдывать лишь бы успокоить свою совесть но пользы от такого самоуспокоения и тем более от таких нападок вопреки здравому смыслу и порядочности это вам хорошего ничего не принесет принесет только плохое возможно лучше а это мой вам совет очнуться и посмотреть правде в глаза и все-таки перестать уже нести этот бред который конечно же никто и никогда доказать вот то что можно хоть как-то оправдать мясоедение в нашей жизни такой спокойной благополучной а не критической когда вы умираете в тайге от голода разумеется речь не про это так вот вы никогда не сможете как не могли это оправдать люди мыслящие люди и столетия и тысячелетия назад как тем более теперь невозможно оправдать это ничем кроме как своей глупостью слабостью подлостью цинизмом ну и другими не лучшими свойствами качествами человека и конечно уж точно человека неразумного я советую вам все-таки попытаться стать в этой жизни человеком разумным ну и пожалуй хочу пожелать всем порядочным хорошим честным людям крепкого здоровья потому что этим людям действительно оно нужно в жизни чтобы что-то создать внести в эту жизнь не нагадить не наследить оставить свой след в истории и культуре крепости духа в борьбе в том числе в борьбе потому что человек жив пока он борется и со своими какими-то страстями и пороками и с несправедливостью в этом мире поэтому для борьбы нам нужны силы как моральные так и физические также хочу вам посоветовать посмотреть обязательно в порядке те ссылки которые я дам под этим видео нажмите кнопочку еще прям под видео и перейдите по этим ссылкам посмотрите и первое второе третье четвертое и пятое видео это будет вам на пользу уверяю вас ну что ж всего вам самого лучшего дорогие друзья поддержите меня если вы считаете что я важную тему поднял и я прав ну а если нет так будьте найдите себе хоть капли мужества и смелости напишите с чем вы не согласны только доказательно а не тем что очень хочется мясо пожрать а я не даю этого делать имеется ввиду этот смысл другими словами а уж словами какими я уже знаю какими вы можете написать а то что вы напишете я безусловно в своей новой рубрике сосиска в голове распечатав предварительно ваши мысли произнесу их вслух в новых частях своих видео и расскажу о чем же вы говорите собственно говоря то есть что вы несете что вы говорите правы ли вы или нет почему это я аргументированно поясню вот давайте так и договоримся ну а те кто будут гадить из-под тяжка как это обычно делают низкие подлецы самые-самые ничтожные людишки то знайте что вы просто подонок ну и упивайтесь этой радостью все на этой высокой ноте завершаю данное видео мои пожелания для хороших порядочных людей в силе ну а подонкам я желаю соответствия с их уровнем подлости низости и глупости адекватной так сказать жизни хотя оставляю возможность и даже желаю того чтобы они такие люди прозрели и стали нормальными порядочными людьми такое бывает редко но бывает поэтому желаю вам этого несмотря ни на что всего хорошего дорогие друзья до новых видео видео и то и то и